Приветствую! Так, коротенький мукбанг. Просто я даже, наверное, не подниму, я на пакусик даже съела. Ой! Бутерброды с форелью. Хожу вам показать. Творог с клубникой, йогурт. Вообще, в руках всего нет. И, конечно, кофеек. Вау! Горячо. Итак, за завтраком хотела бы обсудить такую тему. Как же ее обозначить? Когда вы живете не там, где вам подходит. Не там, где вам подходит. Есть один такой выход. Точнее, их три, конечно. Но если вы понимаете, что ничего невозможно сделать. что придется остаться там же. Как я спасаюсь? И, допустим, я не хочу вкладываться в эту квартиру. Косметический ремонт, естественно. Но вот даже выбрать между плитой и дверью цена одинаковая. Входной. Я буду брать плиту. Эту я буду возить в гараж. Если будут покупать кто-то бедный с моей плитой, я буду, потому что с плитой надо продавать обязательно. Я буду ее отмывать, ставить, то забирать. Мы также покупали все квартиры. Сразу покупали свою плиту. Даже со съемной мы уже приезжали со своей плитой. По-моему, было так. В чем суть? Вы можете вкладываться в бытовую технику. Это очень уже удорожает вид. Вам приятно будет смотреть, пользоваться. Потом декор. У меня, допустим, подушечки, коврики. Коврики все эти часто стираемые. Это все, в принципе, и научки. Все это можно делать. Но за счет того, что нет ремонта, вы можете работать декором. Ну, вот здесь просто я знаю, что блют. Здесь не нравится мне, конечно, плед уже такой. Я бы что-то однотонное взяла. Но с временем приобрету пока на празднике. Мы вообще для красоты, чтобы было красиво, уберем. Он просто будет серенький. К чему я вообще это вам все говорю? Всегда, везде, ну, обои мы тоже здесь переклеим. Я уже показывала, да? линолеумы тут стелили. То, что недорого, оно противно было жить уже. Пол не трогали в комнатах. Я тут вот, скорее всего, под ДСП, ДВПшкой крашеный. Но тут ухоженный очень пол. Прям вот хозяйке респект бывший. Я сейчас с колером акриловой моющейся краской крашу. И вообще все прекрасно. никакой вони и двери тоже ей. Буду красить батареи в зале. То есть вкладывайтесь в ремонт, чтобы было чистенько, но по минимуму, если вы знаете, что вы тут оставаться не будете. Вы входную дверь ведь с собой не заберете. А потом полочки. Вот на кухню. Полочки стоят, знаете, маленькая полочка тысячу рублей. Одну полку у меня была из-под сахара таких баночек соли больших. Просто я ее покрасила, она там прела как-то. И нехорошо хранятся. Просто обычно стоят они тоже вполне нормально. В экспрессе короб такой, я не знаю, из чего он. на такое что-то деревянное похоже. Ну, какие-то остатки. Тоже взяли, приделали крепежи, приделали. Осталась полочка от строителя. покрасила краской, прикрепила прекрасно цвет масла с уксусом. Сын сказал, все криво, но это специально так криво. Сейчас даже специально так делают. Доски такие покупают и ставят, да, даже под раковины. Так вот, сегодня я поеду, куплю, по акции нашла в одном месте, приличные коврики. Надеюсь, останутся. Прямо поедем в уже, столько меня осенило. Я куплю сразу четыре коврика. Но этот четыре коврика, пятый уже дома у меня, они стоят, как один коврик такого качества. Еще подумаю, одну налочку, наверное. Так вот, всегда все можно улучшить. Улучшайте это место, где вы. Подбирайте все под себя, чтобы вам было комфортно. Никого не слушайте. Смотрите идеи, какие-то. Либо вариант, конечно, все сразу поменять, бросить, оставить. Либо модернизировать, либо, ну, даже знать, что ты уже, вот мы если знаем, что полностью все, остаемся тут жить, будет только дача, не дом, потому что в доме надо, у меня муж не совсем здоров, у него грыжа, а в доме нужно работать. Так, тогда здесь будет капитальный ремонт, естественно. Ну, вот говорю еще раз, вот про пол-то, что начала говорить, там может быть доски приличные, просто мы их оставим, покрасим. А в ремонте я лучше использую, я даже сейчас, наверное, везде перейду на бумажные обои. Практически, кроме, ну, в прихожей, наверное, вот нет. мы посмотрим, ну, мы посмотрим, но в прихожей можно, все равно, вот что эти флизериновые, моющиеся, что какая-то шелкография, все-все-все, все приходит, ну, некрасивое состояние, то есть, бумага есть бумага, даже если чем-то обработанное, ты ее уже не помоешь. В прихожей мне еще камень искусственный нравится, но он дорого стоит, и там просто стукнуться можно, у нас маленькая прихожая. так, давайте еще съем флорок немножечко, на камеру, чтобы что-то купить самый завтрак. Это просто клубничный джем у Виктория. Коллеги вспоминают, скучают, наверное, йогурт. Ну и баунти. Райское наслаждение. В общем, наслаждаться можно даже и на ужни в шалаше, конечно, ну и вот в такой квартире, как у меня. И вообще, кстати, что-то я, вот этот вот газопеноблок, это дома, из которых строят, что-то я наблюдаю за людьми, которые живут уже несколько лет в таких домах, они начинают болеть. Скорее всего, мой дом будет или из бруса, или деревянный. Мне не нужен огромный домино. Я считаю, что из кирпича цена такая же выйдет. Хотя сейчас кирпич тоже говемного качества, но по-другому не скажешь. Ну, в общем, я не хочу этих новомодных материалов. Не хочу. У меня будет или качественное, все это изучу добротно. Каркасное, вот мне очень хочется, вот надо изучать, говорю, это все. Ну, это еще когда будет. Сейчас пока, пока живем, как живем. Все. Всем всего доброго. Еще что я не хочу и не буду делать никогда, это натяжные потолки. Это все химия, которой вы дышите, а потом возникает рак. Вообще, кстати, отдельное видео про все вот эти вот полиэтилены, пакетики, посуду пластиковую. Буду переходить, даже на работу брать тарочки стеклянные куплю, потому что очень много еще обманывают нас. Все.